Здравствуйте! Специальное интервью на Одинцовском телевидении. И сегодня мы продолжаем разговор с сотрудником Одинцовского краеведческого музея, командиром поискового отряда «Китиш» Антоном Кузнецовым о поисковом сезоне 2019 года. Антон, приветствую в этой студии. Ну что ж, в прошлый раз мы поговорили о одном лишь аспекте поискового сезона 2019 года, связанном с Перхушково. Но я знаю, что география поисковых работ поискового отряда «Китиш» и сотрудничающих с ним людей, других поисковиков, гораздо шире. Если можно, вот сейчас обзорную такую сделать экскурсию нам по ходу поискового сезона 2019 года, по округу нашему. И продолжали работы, которые начали возле Дермики-Зьминового в ходе поисковой экспедиции. В лесном массиве были обнаружены останки воина, как-то армейца. То есть, на боевом рубеже, окопы в лесу, на старой лесной дороге, которые эти окопы обороняли. Прямо возле окопа, в Верховом Залегании, как это у нас называется, то есть, обычно там где-нибудь в яме ближайшее. То есть, не похоронен, да? Не захоронен, да. То есть, вот под Дерном и животные немного порастащили, и корни деревьев маленько растаскивали. То есть, большая площадь защищалась именно совочками на поверхности лесу. И выявили останки, расположенные примерно в анатомической последовательности, элементы снаряжения, пуговицы, звездочки от головного убора, ремень. Вот, так сказать, однозначно наш боец, он был поднят, передана администрация Яршовского территориального управления и захоронен 21 июня. Со всеми почестями в братской могиле возле церкви села Яршова. Еще какие-то, еще какие-то точки, еще какие-то места, где представляющие интересы? Необыкновенно этот сезон у нас активен, то есть, постоянно поступает информация, очень много поступает информации от местных жителей. То есть, сообщают, а вот у нас бабушка вспомнила, а вот мы здесь струйку ввели, что-то странное нашли. Выезжаем в разные точки проверять информацию. Из такой, в общем-то, еще нештатной работы, может быть, возникла вот эта история в деревне Дунино, где музей под открытым небом, общественный музей, где там в 2008 году восстанавливали окопы, которые находились на этих рубежах, битвы за Москву, делали там деревянную одежду крутости. В общем, такой музей под открытым небом, где по окопам можно походить, там в ДОД залезть, там землянка. За годы это прошло в негодность. И сейчас местная община, опять-таки православная община выступает инициатором. Обратились помочь реконструировать. И мы, опять-таки, собрали добровольцев, желающих выжить. Опять же, через соцсети, вот, новые технологии, скажем так, сбора. Технологии работают. Пригласили всех желающих, потому что работы несложные, там, какой-то специальной квалификации. Не требует, а если что-то там нестандартное, можно тут же показать, обучить. Мы начали реконструкцию вот этих окопов. Начали успешно, но еще не закончили. То есть, работы будут продолжены. В этом сезоне мы будем приглашать через социальные сети. Следите за рекламой. И выезжаем в разведки поисковые. То есть, вот, в ближайшие выходные мы отправляемся в деревню Насонова. Это под Звенигородом. На сиаре Звенигорода – это Яршовское территориальное управление. Опять-таки, позвонил местный житель. Дачник сообщил, говорит, вот бабушки здесь в свое время говорили, что где-то вот в этой местности было воинское захоронение. Вот. Ну, забытая семья. То есть, там какая-то яма была, очевидно. Примерно показал место. Опять-таки, будем собирать сейчас добровольцев из своих поисковиков. И поедем, будем закладывать разведочные шорфы. И щупом будем. То есть, когда неизвестно точно место, там большой объем работ. Да. То есть, щуп, металлический щуп, он втыкается, протыкает землю. Там в каких-то случаях на что-то натыкается. В каких-то случаях какие-то там пустоты непонятные нащупываются. И это надо уже проверять, так сказать, раскапывая землю. Для этого нужны люди. Лопаты мы выдаем. Это такой, ну, физический труд. Такой благородный физический труд. Вот. То есть, работа ведется. Село Никольское тоже самое. Обращается примерно с аналогичной ситуацией. Ребят, приезжайте. У нас здесь вот бабушка сказала, был солдатик похоронен. А здесь тут уже строительный рынок наступает. Давайте над этим вопросом заняться. Удивительно. Люди начинают вот вспоминать, там, через десятилетия. Казалось бы, да? Да. Когда вот этих бабушек там. Что-то вот, какое-то движение идет, там, какие-то тенденции. Человек что-то, может, там, увидел, там, фильм посмотрел. Какой-то материал по телевидению, по иску о работе увидел. И начинают вспоминать, вот эта тема начинает развиваться. Ну, пожилых людей ведь это феномен памяти пожилого человека. Он не помнит, что было вчера, но зато вспоминает отчетливо то, что происходило десятки лет назад в его молодости. То есть, это тоже встречается. Может быть, здесь срабатывает и вот этот вот психологический как бы момент памяти человеческой. Но я думаю, что вообще для тех, кто хочет поддержать поисковое движение Одинцовское и, в частности, отряд Китиш, можно просто подписаться на соответствующие аккаунты в социальных сетях и быть всегда в курсе ваших планов, ваших задумок, там, целей и вступать во взаимодействие. Мы в этом отношении очень молодцы, очень активны. Мы есть во всех социальных сетях, очень удобно. Аудитория разная, там, в Одноклассниках одна, на Фейсбуке совсем другая. Поэтому мы есть в Одноклассниках, на Фейсбуке, ВКонтакте, в Инстаграм, пожалуйста. И там везде публикуются новости о работе поисковой, о горедущих событиях, публикуются отчеты о том, что было сделано. Кстати, о том, что было сделано, о том, что планируется. Есть у нас такая интересная тема здесь, в Одинцовском городском округе. И вот не далее, как к дню партизан и подпольщиков 29 июня, мы снова эту историю поднимали. Опять-таки, приглашали добровольцев и ходили таким военно-историческим походом по местам партизанской славы. То есть, немногие знают, что в Одинцовском городском округе и на границе с соседним русским городским округом действовал партизанский отряд комиссара Солнцева из города Рузы. Это было не какое-то там самостоятельное движение, возникшее в ходе оккупации. Это было заранее спланированное подготовленное действие, профессиональное. То есть, руководитель отдела НКВД Солнцев Сергей Иванович, он в Рузе руководил отделом НКВД. Ездили, наступали немецкие войска, наши готовились, строили базу вот эту партизанскую в болотах возле озера Глубоко. И там, получается, прямо на границе Одинцовского и русского городских округов партизанская база, она активно работала, на коровушке немцев попортила. Там есть героические акции, то есть, они там устраняли начальника гарнизона города Рузы, прям в оккупированном городе, на улицах закидали его гранатами, уничтожили фашиста. Там, покушались на начальника гестапо местного, там, отличавшегося зверстами. И, соответственно, была агентурная сеть в селах, и все это без телефонов, без интернетов и без полевых телефонов, понятно. То есть, своими делегатами связи, то есть, обходили партизаны, собирали сведения от местных жителей, которые наблюдали, какие войска в каком количестве, и передавали через линию фронта нашим. Вели активнейшую деятельность, естественно, так сказать, вызывали ответную реакцию, и эта база, она была разгромлена карательным отрядом, огромным окружена, там, в лесах, в болотах. И неизвестно, сколько там человек погибло, самого Сергея Ивановича его зверски пытали и убили. Собственно, известен достаточно акт, составленный при обнаружении его тела, уже когда наши войска, так сказать, отстояли эту землю. Человек, то есть, молчал до последнего, там, не сдал, почему пытали, агентурная сеть, потому что там десятки людей погибнут, если он слово скажет. Человек погиб за родину, герой Советского Союза посмертно, его именем назван на улице в родном городе, в городе Руза, он захоронен братской могиле в центре города Руза. И вот эта партизанская база, в советские годы комсомольцы там поставили памятник, и водили туда походы ребят, там, пионеров, комсомольцев. Там землянки старые есть тоже такие обрушенные, там есть какое-то зимовье построенное, и вот все это в таком ветхом, таинственном сейчас виде заросшем, и памятник вот этот посреди леса, огромная каменная стела. Все это производит колоссальное впечатление, ты находишься вот в месте подвига, в месте боя, где люди погибали за родину, героически отставили, понимали, что они сейчас погибают, но вот как бы они за их спиной родина. Это очень эмоционально, очень здорово на восприятие, и мы тоже регулярно, там, раз или два за сезон мы ходим туда походом, водим, опять-таки, всех желающих, прежде всего школьников, клубы военно-патриотические. Но речь не только об этом, что это какое-то место, которое должно снова стать посещаемым и должно быть восстановлено как памятник, зафиксировано как памятник. Дело в том, что мы вот с таким поисковым взглядом на это смотрим, даже с археологическим, мы видим перед собой так называемый закрытый комплекс, то есть, некое место, где осуществлялась какая-то деятельность, произошло какое-то событие катастрофическое, и как бы все. То есть, все там лежит на своих местах, там никто никогда не производил поисковых работ, там никто никогда не ходил с металлоискателем, там никто никогда не производил раскопки военно-археологические. У нас такая серьезная задумка, действительно, туда организовать экспедицию и по таким новейшим технологиям исследования. Если поле боя, особенно вблизи населенного пункта, там просто раскапывается сплошняком и просто фиксируются какие находки, или люди найденные, фиксируются. Здесь мы можем, опять-таки, методами военной археологии восстановить какие-то нюансы событий, которые не зафиксированы вообще ни в каких документах, потому что их никто не видел, и документы потом... Не составлял, свидетелей не осталось. То есть, мы, как это делается, территория, в данном случае лесная территория, там местами слегка заболочится, разбивается на квадраты, и эти квадраты, они очень тщательно выхаживаются специалистами с металлоискателями. То есть, на металлоискателя определяется там малейший фрагмент металла, раскапывается, смоется, что это, и фиксируется на карте, на планшете. Судя по месту и по расположению, постороннего металла там быть не может. Да, да. То есть, какие-то следы мусора там в советских времен будет. То есть, мы, наблюдая скопление гильз, разрывов гранат, осколков, мы восстановим картину боя. Возможно, какие-то предметы там партизанского быта, ну, однозначно они найдутся где-то там, они должны быть. Возможно, найдутся какие-то там незахороненные погибшие партизаны. То есть, такая серьезная задумка, и это планируется экспедиция большой буквы, потому что обычно мы там проезжаем деревню, там несколько сот метров до ближайшего леса, поставили лагерь и ходим на раскопки. Здесь идти по заболоченным тропам, там больше двух километров в один конец, там где-то 2,8 идти. И, в общем-то, без проводника посторонний человек не найдет. Наверное, это и сыграло роль, то, что это место, оно сохранилось, законсервировалось, не раздраблено копателями, оно законсервировалось, вот этот памятник в таком вот келейном виде, и вот эта удаленность. Но сейчас практика в масштабах государства поискового движения России пропагандирует такие истории, когда место боя, место памяти, оно восстанавливается, делается доступным для посещения. И как раз вот эта и удаленность, что туда надо дойти этой партизанской тропой. И то, что вот это в таком замкнутом своем мерке находится, и ты туда попадаешь внутрь и видишь, что да, вот здесь люди землянки строили, вот здесь они сражались, а вот какие-то предметы были найдены. Это, конечно, играет огромную воспитательную роль. И, конечно, там любой человек, и взрослый, взрослый тем более, и молодой, он задумывается, а вот как тут это было, что это были за люди, что они вот в таких условиях за свою родину сражались. Что ими двигало на каком-то этапе у людей возникает вопрос. И тогда мы понимаем, что там из интернета, из некоторых средств массовой информации у нас обрушатся потоки откровенного вранья. Потому что вот она история живая, которую мы видим, можем потрогать рукой. А вот нам на уши лапшу вешают, что там Сталин, кровавый УПР и так далее. Прозвучало слово «Звенигород». Хотелось бы узнать в связи с объединением в Одинцовский городской округ, присоединением Звенигорода к новому муниципальному образованию, поменялось ли что-то в поисковой работе, появились ли какие-то новые направления, приоритеты, информация, люди новые пришли в поисковое движение округа? Люди, пришли новые люди. Соответственно, жители города Звенигорода и окрестностей, на удивление, стали более активны сразу. То есть, может быть, вот это сыграло роль некая вот эта информационная, раньше была какая-то информационная разобщенность, там свои средства информации, здесь свои, там свои группы в соцсетях. И они как-то в своем таком соку варились. А теперь люди более стали открыто реагировать. Они поняли, что теперь не только Звенигород, а вот все вокруг, это тоже мы. Да, и мы поняли, что как бы вот Звенигород, он не какой-то там островок. Англавский, не наш. Да, да, да. А это все то же самое. И люди стали реагировать, отзываться, там и местная общественность как-то реагировать на какие-то поисковые исследования исторические. И люди стали вливаться. То есть, опять-таки, добровольцы, ряд добровольцев, даже целый круг добровольцев из города Звенигород обозначился, которые регулярно участвуют и в поисковых мероприятиях, и в короведческих исследованиях. То есть, они не являются там штатными членами поискового отряда. Это вот в таком формате добровольчества, там, когда могу, поучаствую, вкладываю в свой труд, доброе дело. Людям интересно, они молодцы. То есть, и в этой сфере некий синергетически модный сейчас такой слово эффект наблюдается от этого объединения. Ну, и в заключение хотелось бы задать вопрос, который я периодически задаю, да, о нуждах поискового движения, да, в нашем округе, о каких-то проблемах нерешенных. Что сейчас наиболее остро стоит, какие вопросы, какие проблемы мешают, например, развиваться дальше, двигаться дальше, или отсутствие каких-то вещей, каких-то приборов. Я помню, что последние практически 20 лет у нас идет разговор о георадаре, которого так у поискового движения, у поисковиков наших и нет, так и за эти 20 лет он и не появился. Вот что-то из этой области, на что-то пожаловаться, может быть, о чем-то, чего-то пожелание. Пожалуемся, значит, не хватает поисковикам теперь не георадара, а магметометра, то есть технологии-то меняются, и в целом поисковая работа, удалось ее наблюдать десятилетия, да, уже там 22 года мы здесь занимаемся поисковой работой, а я лично и больше. Мы наблюдаем, как меняются технологии, если раньше там ходили с ищупами и лопатами, потом появились у отдельных товарищей самодельные металлоискатели или армейские доставали, и у нас тоже появился на определенном этапе армейский металлоискатель. Якушев Николай Романович, председатель Совета ветеранов, нам его также снодарил. И он до сих пор у нас есть, рабочий, но теперь мы этого металлоискателя дедушку показываем на выставках поисковых, что вот такое было оборудование. Вот и с развитием этих технологий, то есть металлоискатель там на 5 сантиметров армейский, потом появились там на 15, сейчас глубинный металлоискатель до полутора метров. Соответственно, меняются с развитием технологий, результаты поиска, так сказать, развиваются по тем же самым местам, где люди уже проходили, проходят еще раз с новыми приборами, и снова идет результат. То есть, в этом отношении, в развитии технологий бесконечный вот этот процесс. Проблемы для всех нас создает массовое движение черных копателей, черных археологов. То есть, я призываю всех жителей не оставаться равнодушными, если вы видите человека с металлоискателем в поле, если вы видите человека с металлоискателем в лесу, там, если вас достаточное количество, можно просто подойти поинтересоваться, там, молодые люди или не очень молодые, а что вы тут делаете, а на каком основании. Потому, что законодательно вот эти действия, они запрещены, и люди просто разграбляют нашу родную историю, там, и памятники археологии страдают. Ну, под предлогом, что это какие-то потеряшки ищут, там, предметы, монеты, к сожалению, так или иначе, человек же, он не понимает, откуда он эту монету извлек. Она была потеряна или она лежит в культурном слое селища, там, средневекового. То есть, вся такая риторика, она в свою пользу обычно этими людьми, по-моему, поворачивается. Можно просто вызывать на Редполицию, передавать сигнал, так сказать. То есть, это, по сути, это браконьерство. То есть, как бы, вот, там, если в охотхозяйствах, да, есть, там, охотники, и они действуют по определенным правилам, а есть люди, которые просто, ну, себе в угоду вредят всем остальным. Вот здесь все равно такая же история, это браконьеры от истории, копатели с металлоискателями. Надо интересоваться, здесь есть законодательство, законодательство должно работать. Оно будет работать, если будет реакция грамотности, реакция населения. Если человек не будет смотреть, а вот там, вот в том же Перхушково, да, как бы, вот поле ходят люди. А, они у нас тут все время ходят. Извините, здесь память к археологии, стоящей на охране, у вас. И вот у вас тут все время ходят и грабят вашу историю, да, вот, пожалуйста. Ну что ж, спасибо огромное, Антон, за интересную, очень интересную беседу, лекцию, можно сказать, по краеведению. Я надеюсь, что в конце сезона мы обязательно встретимся и подведем его итоги. Я напоминаю, что гостем нашей сегодняшней передачи был сотрудник Одинцовского краеведческого музея, руководитель поискового отряда «Китиш» Антон Кузнецов. На этом мы с вами прощаемся, до новых встреч на канале ОТВ. Продолжение следует...